И напоследок о дате, которую отпраздновала сегодня краснодарская знаменитость, бегемот по имени Тоша. Ему исполнился год. По этому случаю в меню животного появилось праздничное блюдо – торт. Это подарок от работников сафари-парка, основой которого стали любимые тошиные яблоки, тыква и морковь. Дополнили их виноград, киви, кабачок и другие полезные лакомства. Украшением гастрономического шедевра стало поздравительное надписи «Свёкла и банана». Несмотря на то, что он очень любит гречку и остальные крупы, мы решили его побаловать. И в подарок ему сделали торт, который состоит из фруктов и овощей. Молодой бегемот съел десерт внушительных размеров за один присест. Это неудивительно. Общий объем поглощаемой тошей пищи в сутки составляет 100 килограммов. Такое количество еды необходимо, ведь несмотря на юный возраст, тоша весит уже четверть тонны. Это не мешает ему вести относительно подвижный образ жизни. Гиппопотамы очень любят играть и выполнять команды своего кипера. Несмотря на то, что бегемоты достаточно ленивые животные, наш Тоша просто молодец. Он уже, несмотря на свой маленький возраст, ему всего лишь годик, он уже умеет выполнять несколько команд. Первая команда – это «Прячемся», когда Тоша прячет свою мордашку под водой. И вторая команда – это «Садимся». Хотя эта команда свойственна собакам, но вот наш бегемотик умеет ее выполнять. Ну и, конечно, еще одна команда, которую он выполняет просто беспрекословно – это «Просим кушать». Напомню, Тоша привезли в Краснодар в конце лета из Калининграда. Он стал вторым бегемотом, который живет в Краснодарском сафари-парке. Сотрудники надеются, что он подружится с потенциальной невестой Жужей. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...